МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посетил Евгений Хиль, вице-президент Федерации кикбоксинга Пермского края. Ему по должности положено присматривать за перспективными бойцами. По краю есть ребятишки, которые довольно-таки еще молодые и уже показывают достойные результаты. Конкретно здесь, в Перми, в этом году тоже у нас 5 первых мест по всем России. Соответственно, часть детишек тренируется вот здесь. Я надеюсь, что через год-два будет их еще больше. Он не кабинетный чиновник, вот и сегодня без галстука. Живо отвлекается на просьбу провести серию ударов по мешку. Умело и мощно вкладывается в каждый удар. Перед камерой уже другой Хиль. Многократный чемпион России по кикбоксингу, двукратный чемпион Европы и мира. Единственный спортсмен в России, который выиграл чемпионат страны в пяти различных версиях этого боевого направления. Бывают такие, так скажем, щепетильные моменты, когда люди не знают, что перед них начинают вести себя некорректно и, соответственно. Ну, хороший вопрос. Раньше было это много. Сейчас нулю стал узнаваемым. Не было такого легких танца. Он сделал себе имя по обе стороны Атлантического океана. Долгое время жил в США. Выступал на профессиональном уровне. В послужном списке более 270 боев. Кому, как не ему, судить, где настоящая кузница спортивных талантов. На самом деле, американский спорт, он не спорт номер один. Мы туда, когда приехали, то есть, с ними конкурировали очень нормально. Я бы сказал, что в России спорт развит, лучший, любительский, да? Там у них больше развит профессиональный вид спорта, потому что это больше шоу, а у них телевидение к этому идет. Именно, чтобы делать шоу, красочно, пиарят людей. И создается такая, ну, как бы имя, что там у них спорт прямо очень развит. Сейчас свой спортивный заокеанский опыт он пытается применить в рамках отечественной действительности. И мне кажется, что успех у этого предприятия будет. Признаться, не так часто мне встречались спортсмены, настолько хорошо владеющие своей речью. Единоборственно занимаются много людей. Не все достигают высоких результатов. Конечно, часть людей из них очень ограничены в своем видении. Но люди, которые достигли каких-то определенных результатов, то есть сборники, они все люди образованные, то есть саморазвиваются, все читают книги. Более того, вот у меня хобби, я делаю сайты. Я хорошо разбираюсь в фотошопе, в Корреле. Я с собой наберу на английском, то есть я всегда учился. Я работаю в университете медицинском. Соответственно, там люди, профессора, кандидаты, доктора науки. Я просто не могу себе позволить говорить на другом уровне.